В новый центр пока только завозят инвентарь и составляют расписание занятий. Сегодня место будущих тренировок смогли оценить первые лица города и региона. Я могу сказать, что это один из лучших залов для единоборств. Я по ощущениям во многих был. Так и должно быть. Это новый объект. Здорово. И для сотрудников. Я знаю про секции. Секции будут отлично. Да, секции будем проводить для детей. Уже ведутся переговоры со спортшколами. В первую очередь планируют организовать занятия для трудных подростков, с которыми работают полицейские. Посетители спортивный комплекс МВД начнет принимать уже через пару недель. Есть еще целый ряд доделок, которые необходимо провести. Поэтому думаю, что в декабре уже фактически заработает комплекс с той нагрузкой, скажем так, с 50% от проектной, которую мы намечали. На полную мощность спортивный центр заработает после новогодних каникул. К этому времени должны смонтировать тренажеры, постелить татами и установить два боксерских ринга. Пока все работы по оснащению и строительству спорткомплекса МВД проводятся без задержек и брака со стороны подрядчиков. За буквально последний месяц у нас несколько отличных примеров того, как можно быстро и качественно и в срок строить и сдавать объекты. Это инфекционная больница и этот объект. Эти примеры будем брать за основу перезагрузки строительной отрасли. От проекта до готового спортцентра прошло всего три года. В новом здании с просторными игровыми залами будут проводить не только занятия с детьми и тренировки личного состава. В планах – организация соревнований городского и регионального уровня. В комплексе можно будет проводить как чемпионаты по единоборствам, так и по командным играм. Иван Абросимов, Андрей Грещук, 31 канал.